всем привет вы на канале панда play меня зовут дмитрий мы с вами продолжаем играть в трейдер лайв симулятор соответственно приехали значит наш магазин самым первым комментарием давайте мы отойдем к нему и посмотрим на наш компьютер написали что цена изменяется через как он называют через компьютер это единственная типа функция компьютера где здесь изменяется цена написали что здесь кучу можно всего заказать но нельзя здесь кучу всего заказать за 10 долларов понимаешь нельзя вот выбираешь яблоко оригинальный прайс здесь 40 долларов допустим за яблоко что такое оригинальная цена 40 за яблоко плюс 10 доставка total price 50 то есть я могу заказать за 50 долларов себе ящик яблок но допустим я нажимаю на следующий товар и 55 50 то есть здесь ничего не меняется вот эти все плюсики кнопочки еще что-то не работает здесь ничего больше нет можно нажать выполнено но больше ничего нельзя здесь нажимать а вот это вот этот компьютер он собирает прибыль это касса здесь больше ничего нет здесь здесь плюсики ни хрена не работают здесь можно лишь сохранится жить наши тайно не вторую кассу здесь ничего больше не работает понимаете ли нет если бы я ну как бы есть но или я настолько тупой вы можете конечно же написать в комментариях как именно это нужно сделать оно что именно нажать работ с точной прям инструкции знаешь просто на же подходишь компьютеру нажимаешь на это нажимаешь на такой-то крестик. Но, мне кажется, здесь уже больше нажимать не на что. Выбрать продукт. Выбираю яблоко. Первоначально цена не пишется, потому что выбранное яблоко было изначально. Могу нажать на заказ. Плюссануть ничего не могу. То есть, вот. Просто вот. Выполнено могу нажать. Смотри. Следующий вопрос там был... Не помню, короче. Следующий вопрос. Вы пишите, не стесняйтесь, вопросы в комментариях. Потом на тысячу подписчиков, я думаю, я верю в то, что вы подпишетесь. И в то, что будет у меня тысяча подписчиков уже в скором времени. Мы устроим подкаст. Ну, я так, по крайней мере, пока что планирую. И отвечу на все интересующие вас вопросы. Естественно, на непристойные отвечать я не буду. Также хочу поблагодарить вас за активность. Спасибо большое вам за подписки, за лайки, за комментарии. Потому что, ну, это очень приятно и очень-очень мотивирует. А мы продолжаем играть. И мы продолжаем не то, чтобы играть, мы продолжаем выигрывать эту игру. Потому что иначе быть не может. В прошлой серии мы купили торговый автомат. И я думаю, кто-то, может быть, даже пожалел. Но я считаю, что нет. Это достаточно выгодная покупка. Потому что она приносит, по-моему, если не ошибаюсь, 18 долларов. И 18 долларов она приносит не раз в день. Ну, или даже не 18, даже если меньше, то ничего страшного. Есть соковыжимал, который приносит 13 долларов дважды в день. И также газетный киоск наш приносит 5 долларов аж раза 3 в день, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть в сумме-то вот это вот 15, там 26, это уже 40. Да? 15, 26, нет. Подожди, какой? Да, 40. И вот это, если даже 30-ку будет приносить, это 70 долларов в день. Еще мы экономим на еде. Также. Также экономим на еде. И вкупе получается 65 было на 2 дня, нам хватало. А это 30. 30 и 70. 30 и 70 сколько получается? Правильно, 100. 100 долларов в день мы в плюсе выходим из-за экономии и из-за трех наших дополнительных доходов пассивных. Смотри, что мы делаем в этой серии. В этой серии мы пытаемся, пытаемся наладить, так сказать, продажи, продажи наладить, пытаемся кукурузные хлопья, молоко, горох, чай, яйца, кола, кола, чипсы R. Нам нужно купить обычные чипсы, чипсы вот эти вот, которые стоят у нас последняя пачка, кукурузные хлопья, как я понимаю, потому что они у нас закончились. И как мне написали, бери с собой ноутбук. Давайте попробуем взять ноутбук, потому что, потому что, почему нет? Правильно, правильно, добавить в инвентарь. Просто, знаешь, вот это вот действие с ноутбуком, оно, ну, постоянно его брать, класть в инвентарь, брать его с собой, накладывать там все эти товары, опять брать с собой. Ноутбук, я же его где-то по-любому потеряю, потому что с моей внимательностью и памятью это, это плевое дело. Я спокойно могу взять и потерять ноутбук в этой игре. Сейчас посмотрим на жалобы, закупимся по жалобам и будет у нас все отлично. Также мне написали, что нужно, мол, покупать только дорогие товары в доставке, с маленькими, это бессмысленно. Да я это и сам уже понял и, опять же, знаешь, какой смысл вообще тогда пользоваться доставкой, если, если она привозит всего один товар, одну позицию. я езжу в магазин и затариваюсь по полной, то есть здесь по 10 коробок бывает. И, соответственно, мне нет никакого смысла вообще пользоваться доставкой. Это глупо, это глупо, неразумно, и трата, обыкновенная трата 10 долларов, то есть они у нас не лишние. Да, смотри, вот ноутбук ни хрена нельзя поставить никуда. И, соответственно, мы ничего сделать с ним не можем. Все, все, вот, вот я и все. Нельзя ноутбук сюда ставить, поэтому я писал на бумажечке, как просто обычный человек. А вы мне вот понаписали, что вот надо брать с собой ноутбук, таскать его с собой. Ну вот, все, все, о чем могу сказать. Оплатить электричество. Мне сказать, за электричество можно не платить, но, понимаешь, если я электричество не буду оплачивать, то у меня будет отключиться холодильник, отключен, точнее, уже холодильник. И, естественно, у меня протухнут все продукты, а в нем нем немало продуктов. Поэтому у нас сейчас очень мало времени для того, чтобы просто затариться и поехать. Поехать. Чипсы нам нужны. Чипсы. Чипсы. А, блин, нельзя. Тележка. Тележка. Мол, купи тележку, купи тележку, покупатели будут покупать по два продукта, там, по три продукта, по десять продуктов. Нет. Не работает это так. В этой игре нет такого всего. Может быть, когда-то там добавят это все и будут покупатели не спавниться около касс, а появляться, ой, будут ходить по магазинам выбирать товары, но пока что такого нет, потому что, ну, потому что, потому что, нет. Кеши у нас заканчивается, следовательно, нам нужно купить его. Тележка покупается, только обычная желтая. Ну, что такое? Вот такая вот тележка покупается. Ее, собственно говоря, можно взять с собой отсюда, но она не продается и смысла не обратить отсюда нет, потому что есть она у меня в магазине такая же. Что у нас еще заканчивалось? Соусы, йогурты, масло. На что там жаловались? Я забыл, на что жаловались. Представляешь, я забыл, на что жаловались покупатели. Написали еще, что товары с касс продаются гораздо быстрее, то есть ставь все на кассу и будет тебе счастье. Возможно, возможно, так оно и работает и мы попробуем так сделать. Бананы, бананы у нас есть, яблоки, 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 ладно, мы не будем пока покупать, а это все есть. Ведро для мороженого, если я не ошибаюсь, я купил мороженого уже, а вот масло не помню, покупал или нет. Это все у нас, по-моему, слушайте, я забыл, честное слово тебе говорю, забыл, что, 18 долларов она все-таки приносит, да. Забыл, честное слово, что я хотел купить. Ткань, наверное, у нас заканчивается, пусть будет ткань, хуже никому не будет от нее. И, собственно говоря, поедем сейчас, сейчас положим еще одну коробочку, какую-нибудь, давай, купим быстренько. И поедем мы с тобой дать тунца купим, потому что я не помню, тунец есть у меня или нет, будет, если что, еще один. Ну, даже если, даже если он у нас есть, никто от этого сильно не пострадает. Так что вы, ребят, когда пишите комментарии какие-то, вы хоть не утверждаете то, что вы там пишите, что вот можно попробовать, там можно еще что-то сделать, а то получается, что вот вы наговорили, меня задурачили, а в итоге-то получается, что получается, что я прав, и что вы просто, как это сказать, не знаю, как-то некрасиво поступаете. Ну ладно, ничего страшного нет, проверить и доказать, и показать, это можно сто раз, то есть, ну, или же на самом деле я просто невнимательный, и что-то сделал не так, и поэтому у меня что-то не получилось. Если у вас все получается, то вы можете, конечно же, мне написать на ту же самую почту, которая есть в разделе о канале, и можете написать в комментариях, как бы проблем нет в этом никакой. Пользуйся ноутбуком-то, ну, оплатить все за электричество. Ничего вроде не испортилось, я смотрю, нет, ничего не испортилось, андулина у нас хватает, всего хватает, здесь не хватает только кексов, кексов мало, осталось две штуки, и это грустно, 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 но ничего страшного, мы с собой сейчас возьмем вот этот ноутбук, поставим его на место, и больше не надо мне говорить, чтобы я его брал с собой, смотрел жалобы. Не работает это так, немножечко не так, как это работает. вот это ровно? Ровно? Нет? Давай поставим его. Криво, ну, ладно. Я бы поел сходил, я бы сходил поел, потому что меня прям раздражает ходить так медленно, но, блин, 60 долларов тратить на, просто на то, чтобы поесть и бегать была возможность, то есть, время тратить мы будем гораздо меньше, но, 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 но все равно, как-то это будет, как-то это будет, не знаю, нерационально потратить, сейчас взять и потратить 60 бачей, чтобы взять и поесть, просто, чтобы можно было бегать. Мы будем пользоваться вот, вот такими способами перемещения продуктов в пространстве. Это вообще мы туда поставим, давай. Не будем париться, просто будем расставлять товары. Смотри. Не с тунцом, а с тележкой взаимодействием. Поехали. Ничего мы не оставили? Ничего не оставили. Из заморозки мы вроде ничего не брали, ткань, тунец, чипсы, тунец будет стоять у нас вот здесь. Опять же, повторюсь, я знаю, что можно ставить куда угодно, что угодно, но просто, просто я хочу, чтобы было все красиво. Просто хочу, чтобы стояло все красиво. Ну, потому что, если ставить некрасиво, блин, как-то, не знаю, не по себе становится, не по порядку, если будет стоять. Вот, тут уже меня нервирует немножечко. Немножечко меня нервирует. Кстати, да, я предыдущую часть Вальхейма, если по Вальхейму есть какие-то вопросы, Вальхейм выйдет когда-нибудь, просто это была часть записана уже давным-давным-давно, она была записана прямо вслед за первой частью, но по каким-то объективным или необъективным причинам она не была выложена и просто так получилось, короче. Вот. А, у меня есть ткань, ткань есть, кешью нет, кешью заканчивается, но у нас все равно есть еще довольные котики, продавайтесь. Вот. Третья часть, возможно, когда-то выйдет. Возможно, выйдет, возможно, не выйдет, пока еще никто не знает. Но, по крайней мере, я точно могу сказать, что она была еще не записана. Не была еще записана. Вот. Чипсы мы купили, аж две пальчики, вы большие молодцы. Угу. Кукурузных пиццы с овощами. Ну, это не серьезно. Пиццу с овощами просить у меня, но зачем на это жаловаться, если ты видишь, что сколько я купил чипсов? Я три пачки чипсов, что ли, купил? Откуда у меня еще это? Фе. Я что-то не понял. Кукурузные хлопья, тунец. Странно все это, подожди. Откуда я взял еще пачку чипсов? Я же купил всего две. Я одну выложил, а еще это две откуда взялось? Хрен его знает. Вот. Если я это купил в этой серии, и купил это самостоятельно три пачки, то вот ты можешь узнать, насколько я невнимателен. Да, поставься ты. Вот. Также пишите игры, в которые вы хотите, чтобы я поиграл, потому что я пока еще не разобрался с расписанием, не разобрался с графиком выхода игр каких-то определенных, и пока что у меня еще в планах, так скажем, нет конкретных прохождений каких-то определенных игр. И вы можете поучаствовать в этом во всем, чтобы помочь мне, помочь себе, чтобы я не выпускал то, что вам не нужно. Потому что я же могу выпускать все, все что угодно, а вот получается, бывает, что вот, например, тот же самый поиск себя, он не особо сильно зашел кому-то, и... то есть его посмотрел не так много людей. То есть вот Trader Live Simulator почему-то он заходит, поэтому я его пока снимаю. Ну, в принципе, мне еще и самого интересно достаточно посмотреть, сколько времени уйдет. На данный момент просто у меня 9 часов в игре, и я понимаю, что это не предел, и что можно еще тут миллион часов наиграть, и мне кажется, эти всего не купишь. Вот. Так что... Да... Положись ты. А! Ой-ой-ой-ой, что такое? Так, сейчас водички попью. Спасибо, кстати, за чашку, если вы именно про нее говорили. Мне тоже она очень нравится. Вот. Такс. Чипсы, значит, нам пока нахрен не уперлись, потому что они у нас есть. Да, пусть они будут вот здесь стоять. Но, конечно, не бегать, это не классно. Не бегать, это вообще очень грустно. Это очень... Это очень прям, не знаю, настораживает. Ходишь медленно так, и... Ой, темно стало. А, 6 часов вечера уже. Смотри, как быстро время пролетело. Кешью. Кешью мы расставим вот сюда. Почему-то он жопой к нам поставился. Непонятно почему. Наверное, потому что мы что-то уже жопой раскладывали. Вот. Что еще хочу сказать? В принципе, больше говорить-то не о чем. Можно просто сказать вам всем еще раз огромное спасибо за активность и... Мне приятно. Мне приятно, прям, правда, приятно. То есть, вы меня смотрите так, прям, смотрите, смотрите. Да что такое? Сядь ты ровно-то. Почему ты встаешь-то? Непонятно, почему он встает. Так, 4 штуки, 4 тунца еще в коробке. Это много. Мы туда это все не положим. Тунец будет стоять вот тут. В целом, смотри, много, достаточно прибыли. Приносит нам вот эти вот, приносят нам всякие вот эти вот дополнительные дополнительные вот наши устройства, которые мы покупали. 705 долларов в 8... Ой, в 6 часов. В 6 часов 705 долларов. Жалуются на арбуз, стиральный порошок, кукурузные хлопья. Кукурузные хлопья купили. Большого отбеливателя, большого шоколадного молока у нас нет. Мяса нет. Короче, нужно купить кукурузных хлопьев, пиццу с овощами и мясо. Тогда на нас вообще жаловаться перестанут. Давай посмотрим, сколько нам принесла за сегодня вот эта вот машина, которая продает на улице что-то. Вентинг машин 18. И пока еще нисколько. Соковыжималка очень хорошо приносит. Я так понимаю, она аж 2 раза сегодня. О, 694 доллара. Ты видел? Нет, сколько денег-то принесло нам. Нет? Ты видел? Ты видел? Но, из этой тысячи мы должны сейчас отдать... О, смотри. Еще один покупает. Из этой тысячи мы пойдем сейчас и скинем на зарплату рабочему. На зарплату рабочему мы пойдем скинем. То есть, 200 долларов мы должны скинуть туда. Ребята, ну что вы? Куда вы прыгаете-то? Ну, не серьезно, получается как-то. Привет, давай мы тебе 200 долларов отдадим. Дружище, перекинем на счет, это все. И на следующий день у нас будет зарплата работнику. То есть, мы в нули... Ой, в минуса не уйдем. А это значит, а это значит, что... Это значит, что мы сейчас пока в плюс играем. Мы сейчас играем в огромный плюс. В огромный плюс хочу заметить, потому что жалоб очень мало. Жалобы по дорогим товарам, по тем же самым арбузам и мясу. Арбузы и мясо стоят по 350 долларов. А, нет, 350 арбуз и 500 долларов стоит мясо. Это очень дорого. То есть, мне сейчас даже не хватит на мясо с арбузом. И бургеров нет. Бургеров фри у меня еще нет. Вот фри у меня нету. И я думаю, что нужно будет купить кексов. У нас мало осталось. Кексы нужны тоже. Да, о, кекс продали. И, собственно говоря, тогда получается вообще грустно. Бананы вы купали или нет? Бананы были? Ну, бананов я не вижу. Соответственно, у нас бананы тоже заканчиваются. Значит, бананы нам тоже нужны. и что-то в горле все пересыхает и пересыхает. Еще я могу гундосить, потому что нос заложен. Приболел немножечко. Чуть-чуть прям приболел и вот так вот и живем, да. Нос заложен. Говорю в себя. Говорю в себя и получается такой голос неприятный. Прям мне не нравится. Давай колу пойдем выставим. Сохранимся и поедем поедем тогда к жаберу, наверное. Поедем к жаберу и купим продукты, которые нам нужны. Жабер закруглосуточный, как было написано ранее в комментариях. А если жабер... Я же колу покупал. Подожди. Тут кола, а тут оранж, и тут оранж. Странно. Почему оранжевая газировка в коробке с колой? Меня обманул жабер. Меня жабер обманывает. Еще и разные продукты ставит в одну и ту же коробку. Это вообще не дело. Так. Ну, что такое-то? Давай сюда наставим. Вот сюда вот мы наставим и будет все от нас отлично. 964 доллара нам хватит на... На что нам хватит? Мясо купить? На что нам еще хватит? Молоко есть? Шоколадное молоко есть? Кексов мало? И йогурта мало? Вот я тысячу накопил бы сейчас, если он успеет. Хотя вряд ли он успеет. 26 долларов получить за час это мало. Это очень мало времени. Мало времени для этого. 19 осталось. Ой, 26, 36, 36 долларов. А сейчас 29 остается. 7 долларов мы получили за продажу колы. Так, ладненько. Так вот, мы продолжаем продолжаем. Продолжаем. Что мы продолжаем? Мы покупаем. Покупаем у нашего дорогого джабера все, что вот у него есть. Но торты мы не будем у него, конечно, покупать. Они дорогие, по 590. и хотя бы, попробовать было бы, но у нас нет холодильника для тортов. Поэтому, 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 пиццу с овощами мы покупаем. Припарковался я вот так, поудобнее, чтобы можно было, можно было бы вот так вот садиться. Ой, вставай сразу и все. И загружать на крышу товары. Бургеров у нас нету, но мяса у нас тоже нет. Давай мясо купим. Мясо приносит хорошую прибыль, когда его покупают. Но его покупают крайне редко и, соответственно, приносит прибыль-то маловато. Но оно купит себя в любом случае. Так что, не стоит переживать. Стрельного порошка у нас нет. Если я опять же что-то забуду, то я в этом не виноват, оно само. Потому что, я не помню. Арбуз у нас денег столько нет в 350 долларов. Это дорого. Это очень дорого. Йогурты кончаются. Порошок стиральный сейчас купим. Нельзя, говорю, доставку засунуть несколько продуктов. Если бы можно было, я, наверное, не занимался этой хренью. Переплатил бы 10 долларов за то, чтобы мне доставили там, допустим, те же самые 5 коробок, вместо того, чтобы кататься и тратить бензин. Это логично. Логично. Просто этот дурак на большой своей машине не может привезти мне больше, чем одну коробку. Это очень странно. Это очень нереалистично. Брал бы он хотя бы завес за какой-нибудь, я не знаю, было бы, ну, был бы здесь вес у коробок какой-нибудь, я не знаю, или там какой-нибудь коэффициент стоимости доставки, то есть, ну, что-то такое. Было бы, было бы более-менее реалистично, то есть, чтобы можно было накидать себе заказ, а потом просто оплатить его, там, допустим, с вас там 33 доллара за доставку и все, пожалуйста, заказывать у нас еще. Тогда было бы, да, было бы очень интересно. А так получается, что я, не знаю, не плачу ни за что, получается. Кексы так, кстати, у нас кончились, я не знаю, брал я их или нет еще. Если брал, то будет два кекса у нас. Нет, не брал. Не брал. А в той коробке что? Пицца с овощами. Мне кажется, все мы взяли, кроме, собственно говоря, как называется, ой, а где выход? Кроме арбуза, мяса и больших вот этих ящиков, больших банок отбеливателя и шоколадного молока. Вот. Товары мы сейчас разложим потихонечку, потом поедем домой, поспим и приедем сюда. Не помню, в той серии я забыл, по-моему, закрыть, ой, открыть магазин, оставить открытым и закрыл его, хотя в самом начале серии сказал, что нужно попробовать не закрывать магазин и в итоге я его закрыл и так вот некрасиво получилось. Ну что же я могу сделать? Забыл, забыл, просто забыл, заигрался и забыл. Яблок у нас мало осталось, яблок у нас очень мало осталось и это грустно, грустно, то, что мы сейчас не купили, хотя у нас были деньги, хотя у нас были деньги на яблоки, нам точно бы хватило. Йогурты. Тоже пойдем в холодильник, бросим, пусть они в холодильнике стоят, лучше йогурты дольше сохранятся. Кексы в холодильнике еще, елки зеленые. Куда же нам все это складывать, у нас все один холодильник. Стиральный порошок. Вот стиральный порошок, это... О, кстати, у нас спрей закончился почти. Спрей заканчивается, спрей заканчивается, а это значит что? Это может значить лишь одно. Нам скоро нужно будет покупать еще. Все, в принципе-то только это и значит. Только это и значит. Еще какой-то парень написал в комментариях, что вот, мол, сними видео, как установить эту игру на телефон. Ты, надеюсь, не серьезно это написал, потому что эта игра не может установиться на телефон. Что это за абсурд? Это игра для компьютера, игра для другой платформы совсем. Как можно установить на телефон то, что для него не предназначено? Ты неправильно как-то понимаешь эту, как ее называют, систему. Йогурты где? А, вот он, Йогурт. А, тут есть еще один. Понял, все. Йогурты расставляем вон туда. И да, даже если бы можно было, я бы не стал записывать видео про то, как устанавливать игру, потому что, потому что, потому что я снимаю прохождение игр, а не методы установки их. Так что, вы лучше пишите, во что мне поиграть, что мне пройти и как мне это пройти. Вот это будет интересно. А, такие эти вот предложения, по типу запиши, как ты там обрабатываешь видео, да, может быть написал, ой, записал бы видео, как я обрабатываю видео, но пока еще рано вам все это знать и вообще в принципе не нужно, потому что, ну а зачем? Ну что такое-то? Неужели? Блин, один Йогурт остался. А его можно вот сюда поставить, потому что ему не нужен холодильник. Потом, куда мы что ставим? Подожди, вот, наверное, вот сюда пока поставим, давай переложим. Да что ж ты будешь делать-то? Ну, серьезно? Поставься ты вон туда, вон туда поставься. И вон туда поставься. И вот это вон туда поставься. Ну, ну что ты меня расстраиваешь-то? Ну это вообще не серьезно. Будем наискосок ставить в жопу, я, блин, эти, видел, видал я такие ровные раскладывания, потому что они не хотят ровно раскладываться. Мясо нам нужно разложить, иначе оно испортится. А если мясо испортится, то мы будем в минусах в огромных, ввиду того, что оно стоит очень дорого. Ты видел, сколько мясо стоит? 500 долларов, 500 долларов, как будто я тут, не знаю, целую эту, машину заказал этого мяса. А я заказал-то всего лишь на всего ничего. А стоит 500 долларов. Это как хочешь, так живи. Пусть твои окна смотрят беспечно. Розовый вечер. Вот. Вот. Ну, давай расставим кексы, вниз куда-нибудь положим, рядом сундулином, с этим. Ну. Ну что такое-то? Ой, господи, ну. Ну поставься ты вот сюда, вот, ну. Я же ровно кладу. Неужели пицца с овощами? Вот пиццу с овощами нам ставить вообще некуда. Она просто как третий лишний получается. Кексы мы еще как, ну, куда не шло там, да, расставим сейчас. А вот пиццу с овощами, это, конечно, будет проблематично сделать. Хотя, хотя, если посмотреть, подумать немножечко, как покумекать, то, я думаю, справимся мы с этой нелегкой задачей, потому что, ну, чё ж тут не найти места для пиццы с овощами, правильно? Ну, кто ест пиццу с овощами? Хотя, с чем ее едят? Ее с мясом обычно едят, правильно? С мясом, с колбаской, там, совсем-совсем вкусным, с таким. А с овощами? Не знаю. Единственная вкусная пицца с фруктами, это с ананасами. Вот, с ананасами вкусная пицца. Вот ее, да, еще можно, а вот с овощами, просто с помидорами, что ли, наест с пиццей, это извращение какое-то. Хотя, мне кажется, и пицца с ананасами тоже не какой-то извращение. Ух, как ни хрена себе у меня тут всего наставлено-то. Пицца с ананасами тоже такое себе извращение, потому что, ну, потому что, ну, потому что она должна быть с колбасой, мясом. Давай вот сюда вот писаться ананасами. А, смотри, мало места как занимает. Давай наставим её вот сюда вот в три слоя. Один хрен у нас покупают даже, если они не увидят, правильно? Загородим весь остальной товар, ничего страшного, они всё купят. Будет же в наличии. Тебе нужны ванны. А чё будет, если я не буду мыться? Чё будет, если я не буду мыться? Чё, от меня люди отвернутся? Покупать меня ничего не будут. Блин, им же кушать хочется тоже. Будут они всё у меня покупать. Подожди, а куда вот это поставить? Эти. Вече-то было вот сюда вот наставим сейчас. Да пусть стоит где хочет. Смотри, вообще, огонь. Красота. И всё в холодильнике. Внутри холодильника. Всё внутри холодильника. Ничего вне холодильника не стоит. Собственно говоря, вот. Не успели мы поспать. Не успели мы поспать. Всё, потому что бегать не могу. Если бы я мог бегать, то бы я, наверное, уже бы всё сделал. Нам в любом случае придётся сейчас домой ехать. Может, нужно помыться. Я не могу бегать, я не могу прыгать. Ну, прыгать я могу, конечно, вот ещё. До сих пор есть такая функция у меня. А вот то, что бегать не могу, это, конечно же, обидно. Я столько времени трачу на то, чтобы как сказать, пешком ходить. Это прям жуть. А ещё, кстати, скоро машину нужно будет заправлять. И это нагоняет на меня какую-то тоску. Надеюсь, вот этот дурачок сейчас сам появится и будет продавать. Потому что если он не появится и не ну, типа потребуется ему заново открыть-закрыть закрыть-открыть магазин, то это будет странно-странно. Это будет кстати про мопед. Мопед, может быть, мопед можно купить, чтобы просто кататься. Кататься домой, например, да, как там было правильно написано в комментариях. То есть кататься домой, чтобы спать, ложиться просто и всё. Ещё правильно написали, что нельзя ставить кровать на работе, даже не пытайся. То есть догадка, догадка. Я же ведь нажимал уже. Нажимал уже, пытался поставить кровать эту на на работе, но у меня этого не получалось сделать. А почему? А потому что. Потому что на работе спать нельзя, на работе нужно работать. Кстати, нужно вот сюда ещё одометр добавить, чтобы он показывал, сколько мы наматываем кругов. Газетку кто-то утром купил. Это уже неплохо-неплохо начинается утро у нас. А мы идём спать. Ой, спать. Мы идём. А мы спать-то не должны. Мы не должны помыться и в туалет сходить. Всё. Я так понимаю, туалет можно только на работе поставить и всё. И больше ничего ставить нельзя. Может быть, в ванную можно, но кровать нельзя точно. Сто процентов. Что у нас есть в инвентаре? Ничего. Здесь тоже ничего. Обновлений пока что не было никаких для этой игры. Было последнее обновление восьмого, десятого. Какого-то марта, короче. И тихо. И там вот как раз был добавлен вот эти вот дизайн магазина, было добавлено было убрано летание вот этих вот продуктов, которые продаются, которые продались, а остальные вот они висели как над этими продуктами, так и висят. Сейчас такого нет, я заметил. Вот. Ещё ты можешь заметить, что у меня голос уже устал. И я уже это самое. Устал немножечко говорить. Но ничего страшного. Пойдём возьмём прибыль. Нет, мы оставим вот этот дверь открытой. Может, покупателей побольше будет. 113 долларов прямо на ровном месте за час работы. Дружище, ты молодец. Ты очень хорошо работаешь. Сейчас 9 часов спишут тебе зарплату и будет вообще отлично всё. 50 долларов это 3,5 тысячи рублей. мы уже считали, что это 3,5 тысячи рублей в день кассиру. кассир 3,5 тысячи рублей. Почему я, блин, столько не получаю? Почему я не получаю? Хотя, ой, у тебя прическа-то отдельно. Парик, что ли, у тебя? Дружище, ты облысел, да. Сколько тебе лет-то? Ну, по виду, не дашь больше 40, а уже облысел. Да, неприятная ситуация получается. Давай попробуем ещё раз на плюсик понажимать. Не нажимается ни на какие плюсики, ни на что не нажимается. на... Подожди, чего я сделал? На ноутбуках. Ну, сегодня уже нажаловались. А, я же не спал. Я же не спал. Поэтому так и получается, что... здесь остались все эти жалобы. Сегодня жалоб ещё не было, да? Да, не было. Нам осталось, значит, купить подставку для сэндвичей, эспрессо-машину, кофе-машину и дисплей солнцезащитных очков. Я думаю, они будут пользоваться спросом, а потом уже копить на второй бизнес, а, или на второго кассира, а потом на второй бизнес. То есть, по нарастанию этих... как это сказать? По нарастанию. По нарастанию затрат. То есть, по нарастанию цены. То есть, сейчас кофе-машину купим, в следующей серии купим эспрессо-машину. Нужно же к чему-то приходить правильно. К каждую серию мы будем покупать какую-то приблуду для нашего магазина, чтобы она приносила ещё большую прибыль и, соответственно, мы бы имели ещё больше денег и ещё бы больше прибыли. Потом, как девушка одна написала, что вот у неё у одного красивого магазина нет. Тут не на что строить. Если читами не пользоваться, я думаю, здесь построить что-то реально будет только после того, как ты купишь все бизнеса и все эти, как сказать, экспорт... компании, которые работают на экспорт, экспорт-компания за 500 тысяч долларов. Это очень дорого. Это я не знаю, сколько нужно здесь задротить, чтобы это купить. Ну, или же мы можем просто воспользоваться щитом, чем... Что мы, наверное, и сделаем, когда купим все приблуды в этом чудесном магазине. То есть, вот эти вот, все вот эти вот раз, два, три, четыре, четыре, потом купим... потом купим... что мы купим? Потом мы купим мопед, потому что я его очень хочу купить. Потом купим пикап, потом купим, получается, шесть, потом купим за 7 тысяч 8... ой, 7 бизнес этот вот, который 150 долларов в день приносит. И потом купим уже, получается, сколько? Получается, шесть, семь, восемь... 8 серий у нас еще будет, и потом уже, я не знаю, что там будет у нас. Вот, вот. 400 долларов у нас имеется. 400 долларов это очень хорошо. И мы не побоимся ими воспользоваться. У нас кончается спрей, у нас кончается... кончается... что у нас кончается? У нас все в порядке, у нас ничего не кончается. У нас все в наличии. Кроме спрея, у нас осталось мало шампуня, умягчителя мало, зато ткани, вон, вагон. Бери да покупай. Зубной пасты маловато осталось, и очищающего спрея тоже маловато. Угу. Отбеливатель... А, моющего средства много? Отбеливатель у меня... У меня нет отбеливателя, смотри-ка. Клубничное печенье, мало кофе осталось, мало... мало яиц осталось, мало. Мне кажется, у меня есть там в... в складе, на складе есть у меня это еще яйцо. Вот кукифайлы кончились почти, и это... это вот уже плоховато. То есть кукифайлы часто покупают. Чипсы, чипсы, тунец. Молоко, баклажан, горох, чай, яйца, кола, чипсы, р, чипсы, рис. Рис есть. Чипсы, чипсы, р есть, кола, есть, яйца, яйца, чай есть у нас. Чай еще вон... Сколько там? Шесть штук стоит. Горох, чай. Давай, горох пойдем положим, чтобы он был еще один на полке. То есть от него хуже никому не будет? Верно? Верно. А если он будет на полке, то его и купят. Так, а у меня его и на полке нет, смотри-ка. Вот этот поворот. А это оливки. А, это оливки, а у меня гороха-то нет на полке. Эх ты, блин, какое упущение-то. Угу. Так, варенье-то мы поставим вон туда. А горох поставим вот сюда. Горох заканчивается. Горох заканчивается, и там его нет. Я его никуда больше не ставил, кроме как вот туда. Пойдем расставим горох. Горох, две штучки осталось, но мы, чтобы не ходить, возьмем целую коробку и поставим ее вот сюда. Мясо продается и продается. Смотри-ка, как все люди оголодали и хотят мяса. Все хотят мясо. 167 долларов коллект. Слушай, бургера нет. Подожди, я же бургер покупал. Или он дорогой был, поэтому я его не купил. 175, наверное, да, он стоит. Да, наверное, из-за этого я его и не купил. Моющие средства. Блин, пожрать что ли, купить, сходить? Не знаешь? Можешь купить, сходить, пожрать все-таки? Нет, купим в следующий день. В следующий день купим, в этот день мы походим пока так. Сейчас мы накопим сверху в 200 долларов сколько здесь стоит? 500, значит, плюс 200, это 700 долларов. 700 долларов, когда накопим, купим машину, вот эту вот, кофемашину, и будет нам счастье. Будем мы продавать кофеек, будет у нас дополнительный заработок, опять же, и, соответственно, будет у нас все неплохо. Продается, продается, все, смотри, соус, соус, сколько, сколько у нас осталось соуса? Маловато соуса осталось. Кукурузу хочу заметить, очень хорошо разобрали, и надо ее поставить вон туда. А вот это поставить вон туда, потому что это оливки, и их покупают не так часто, я смотрю. По моим личным наблюдениям, они остаются. Их шесть штук у нас, оливок этих. Банан продал, молодец. Сладкая кукуруза где-то здесь была, нет? Я ее что, всю раздал, что ли? Да, смотри, всю раздал. Надпорядок еще будет на складе навести, и вообще все завести на склад, чтобы у нас на складе всегда был каждый товар, коробка каждого товара на складе, чтобы мы не ездили лишний раз в оптовый этот магазин. Ну, потому что это лишняя вот эта вот суета, она не нужна. Она только тратит время, бензин, и нашу машину у хайдока и быстро. Сколько у нас осталось бензина в машине, надо посмотреть, там должно быть процентов 9, наверное, 12 процентов. Вот по починке и по маслу достаточно неплохо у нас еще, а вот бензин у нас скоро придет... А, смотри-ка, нихрена они это не убрали, вон как лежал, как висит, так и висит. Угу, ну ладно, что ж теперь. Будем сами перекладывать. Вот бензин нам сейчас подлянку-то устроит, то есть он стоит, по-моему, 200, ой, 300, по-моему, долларов, или 250, если я не помню, сколько он стоит, дорого достаточно он стоит, поэтому я помню, как в первой серии очень удивился, или не в первой, в какой-то там из серии, когда мне пришла пора заправлять машину. И это ударит по нашему карману. О, кстати, да, набрали уже денег на кофемашину. Сверху 200 долларов. Давайте покупаем кофемашину. Вообще отлично. Ну-ка, пойдем посмотрим. Неплохая, слушай, стоит, много стаканчиков, много вариантов кофе, красота. Что я могу сказать? Давайте дождемся первого покупателя и на этом закончим, как было, в принципе, с вот этим вот аппаратом торговым. Да? И неужели спустя 150 миллионов лет пришел покупатель для нашей кофемашины и купил у нас кофеек за 15 долларов. За это время наш продаван продавал на 337 долларов. Это, в принципе, достаточно много. И мы можем уже даже купить сейчас почти можем купить эспрессо машину, но делать мы этого, соответственно, не будем, потому что ни хрена себе на 1892 доллара. Это за два дня, скорее всего, да, потому что мы не спали 1907. мы этого делать не будем, это будет в следующей серии. Мы купим эспрессо машину и будет у нас все здорово. А на этом мы с вами сейчас попрощаемся. Поставь лайк, подпишись на канал, прокомментируй. И до встречи в новом видео, в новой серии. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok